Вы можете перейти на страницу DJ Classifields, то есть вы на ней уже были, и просто внимательно прочитайте, прокрутив страницу вниз. Остановиться на можно вот здесь вот программы. Видите, DJ объявление, приложение, это дополнение, которое делает DJ объявление еще умнее. В большинстве случаев это плагины. И вот здесь вы можете видеть, смотрите, плагины, подписки, то есть какие, их можно поштучно купить, только то, что вам нужно. Или купить все вместе. Эти плагины у меня все имеются, и я хочу о каждом рассказать. Вот смотрите, есть плагины подписки, есть поисковые оповещения, есть Аякс. Аякс это какое-то действие, которое будет происходить без перезагрузки страницы. Скажем, вот здесь видите, написано даже по сказке, Аякс приложение для Joomla, объявлений программного обеспечения. То есть, например, это может быть какой-то поиск объявления, так бы у нас страница перезагружалась, а так она у нас, понимаете, без перезагрузки информация обновится. Это очень круто. Наглядно можно будет посмотреть. Начнем мы, кстати, смотреть именно Аякс. Начнем с этого плагина и дальше посмотрим, какой плагин рассмотрим. Мультикатегория, да, то есть когда можно выбрать несколько категорий сразу. Как я это понимаю? Будем разбираться. Похожие слова, предложения, вложения для Alpha User Points. Система начисления баллов. И ее можно интегрировать вместе, чтобы они работали вместе с компонентами DJ Classifield. И вот видите, написано в подсказке Alpha User Points. Ну, надо будет смотреть, смотреть, как это работает. И другие плагины. Вы можете нажать, посмотреть все приложения. И вот здесь вот как раз-таки идет более подробное описание. И все эти плагины здесь показаны. Вы можете видеть, что каждый плагин в отдельности стоит от 19 долларов. Соответственно, если вам все не нужно, вы можете купить какой-то отдельный. Некоторые стоят дешевле. Вот, например, 9 долларов. И так далее. То есть 9 и 19 долларов. Хочу начать рассматривать премиум плагины с плагином AJAX. И вы можете на странице ознакомиться, что конкретно он делает. То есть результат поиска. То есть, по идее, страница у нас перезагружается, да, когда мы что-то ищем. DJ Classifields. А это будет без перезагрузки. Фильтрация результатов. Упорядочить из списка. Погенация. То есть это постраничная навигация, 1, 2, 3 страницы. Категории меняются. Это, конечно же, надо все смотреть. Итак, давайте установим плагин на наш сайт. Как обычно он устанавливается. Менеджер расширений установить. Я открываю на компьютере папку с премиум плагинами. Вот он, у меня этот AJAX плагин. Или некоторые называют его AJAX. Не знаю, как правильно. System DJ Classifields AJAX. Просто перетаскиваем сюда. И нужно посмотреть, какие у него есть настроечки. Установка плагин успешно завершена. Возвращаемся в плагины. Посмотрим, где он есть. Я кликаю по ID два раза, чтобы отсортировать и увидеть плагин на самом верху. Вот он, System DJ Classifields AJAX. Мы его здесь видим. Мы его включаем. Возвращаюсь во включенные. И захожу внутрь в настроечки. Как, кстати, чтобы лучше понимать, работает вообще поиск. И вот это все с перезагрузкой страницы, чтобы вы понимали. Я вывел модуль поиска в не очень красивом месте. У нас объявление тут сжалить. Но чтобы наглядно это было видно рядом. То есть, любой элемент. Смотрите, например, вот я выбираю категорию. Что происходит? Не происходит перезагрузки объявлений, по сути. Нужно нажать на кнопку поиск. И тогда покажется категория, которую я выбрал. И, соответственно, это касается любых полей. Например, цена от и до. Если я выберу цена 400 до 900. Ничего не произойдет, пока не нажму поиск. Вот, по идее, AJAX должен без этих лишних действий работать. Это мы говорим только про модуль поиска. Это также касается постраничной навигации и так далее. Причем в плагине вы можете здесь как раз-таки выбрать. Во-первых, вот здесь вот enable, включить в, то есть, работу плагина. И выбрать пункт меню, для которого включить. То есть, по умолчанию я пустым оставляю. И disable, отключить для каких-то, возможно, у вас внутренних страниц, которые не относятся к объявлениям. Это может быть информация о нас. То есть, вот так вот просто перечислить те страницы, там, где AJAX не должен работать. Для каких параметров в DJ Classifils включить AJAX функцию? То есть, погинацию включаем для погинации. Сортинг для сортировки. Для категории. Update URL. Обновление URL страницы. Input Timeout. Здесь говорится нам, что поставьте 100 миллисекунд. Это действует для текстовых полей, где производится ввод. Например, возьмем вот это поле поиска. Например, я ищу какое-то объявление. Но мы сейчас наглядно попробуем это посмотреть, чтобы лучше понимать. Оставляем пока пустым. Progress Bar. Также у нас имеется дополнительная вкладка погинации опциона. Items Lazy Low. То есть, плавная подгрузка элементов при прокрутке страницы. И есть еще два параметра. Погинация на это постраничный регат. Но в данном случае я эту опцию не использую. Итак, сохраняюсь. Есть еще момент тоже, что, скорее всего, не работает AJAX для вот этого модуля объявления. Мы с вами уже говорили. То есть, я не вижу каких-то изменений. Получается, что этот модуль, он в принципе становится абсолютно бесполезным. То есть, тот модуль, которым я воспользовался, чтобы это как-то вывести, как на быстром старте, на демо-примере. Соответственно, это работает для классического отображения через пункт меню, где у нас выводится объявление. Тут, конечно, тоже можно все настроить, чтобы это красивенько отображалось. Поиск я тоже здесь вывел, чтобы просто вам наглядно показать. Например, я выбираю категорию. Велосипеды. Что происходит? Вы видели, да? Тут же отобразились только объявления. Соответственно, это работает на все поля поиска. То есть, давайте посмотрим, например, категории. Возвращаю. Показываются опять все объявления. И, например, смотрите, как будет работать именно прямой поиск, когда я буду вводить сюда текст. Например, вот объявление, которое мы делали ранее. У него название объявления заголовок. Ну, как просто тестовое название. Я пишу, смотрите. ЗА написал. Тут же отображаются объявления. Дальше, смотрите, я пишу. ЗА ГО ЛО. И причем вот тут же, видите, вот тут же показывается. Да, неудобно сделано то, что объявление внизу. Здесь нужно поиск где-то сбоку разместить. Но сейчас просто вам показываю, что это все работает без перезагрузки страницы. Не надо нажимать на кнопку поиска. Да, вы тут же видите, что объявление с заголовком, оно показалось. Ну, то есть, это может быть BMW, например. Вы ищите продажу, то есть, покупку бэушной машины, да, BMW. Она также здесь покажется. Это чтобы было наглядно, да. Давайте я вам сейчас покажу. У нас есть такое объявление, да. Вот оно у нас, BMW. Например, оно у нас здесь единственное объявление. Я пишу BM, и вы видите, я даже полностью не написал без перезагрузки страницы объявления найдено. То есть, это сейчас был наглядный уже пример. Соответственно, цена от до, например, пишу вот. Сразу показываются все от 100 рублей, от 1000, от 10 тысяч. И, соответственно, еще более большая цена, да, от 100 тысяч. То есть, я ничего не делаю, даже до цену не указал. У меня сразу все показывается. Но это просто круто. Это максимально круто. То есть, вот такой вот плагин из премиум-сегмента. Следующий плагин, который я хочу разобрать, уже более такой серьезный, более мощный. Это планы подписки. Вот здесь вот на скриншоте вы можете видеть. То есть, это несколько тарифных планов. Можно указать, что они будут включать за ту или иную сумму, да. Приложение тарифных планов позволяет создавать неограниченные планы для ваших пользователей. Таким образом, вместо того, чтобы платить за каждую рекламу отдельно, вы можете предложить своим пользователям планы, которые будут покрывать самые популярные потребности на вашем сайте. То есть, это достаточно полезный, мощный плагин. И здесь ниже можно в подробностях прочитать, что включено. Возможные варианты установки в плане, да. Реклама в плане, сколько объявлений будет включено в план. Срок действия и так далее. Это все вы можете сами ознакомиться на странице DJExtensions.com. И скриншоты, да. То есть, чтобы вы сразу наглядно видели, у нас еще это не настроено, не готово. То есть, это вот такие вот боксы, такие вот прямоугольники с ценами, с информацией и галочками, да, помечено, что включено, и кругляшками красными, что не включено в этот тарифный план. Я думаю, это очень крутая штука. Давайте установим данный плагин к нам на сайт. Я нахожу его здесь. Subscribes on Plants и версия плагина. Перетаскиваю сюда. Далее нам нужно пройти в плагины и включить данный плагин. Вот он, DJ Classyfields, Subscribes on Plants. Заходим, включаем. И есть небольшие опции. Первая опция. Да, нет. В ней говорится, объявление можно добавить только через планы Subscribes. То есть, в платное объявление, как я полагаю, только через планы можно добавить. Или это может быть, как я понимаю, второй вариант, вот как отдельно мы покупали пакеты баллов и так далее. Пускай стоит нет. То есть, объявление можно добавить только через планы. Не только через планы объявления можно добавить. Ставим нет. Тут на ваше усмотрение. Второй вариант. Да, нет. Если у пользователя есть активный план, то он будет автоматически применяться при создании рекламы. Оставим да. Нажимаем сохранить и закрыть. После этого переходим сразу в DJ Extensions. И у нас вот здесь появляется, видите, внизу ссылка Планы подписки пользователя. Также есть плагин User Subscription Plans. Давайте попробуем его поставить. Перейду в плагины. Этот плагин Планы подписки пользователя. Да, здесь вы можете выбрать группу, уровень. То есть, Super User, зарегистрированный паблиш и так далее. Какой план подписки. Давайте рассмотрим его более детально позже. Далее нам нужно создать планы подписки. На странице DJ Class of Fields. Вот здесь у вас появятся после активации плагинов планы подписки, планы подписки пользователя. Переходим в планы подписки. Здесь нажимаем создать. И нам нужно создать первый план подписки. То есть, имя. Например, старт. Цена этого плана. То есть, это может быть там 3000 рублей. Все зависит от того, какие у вас цены, что будет туда входить, включаться и так далее. Сколько будет стоить баллов данный план. Например, 5000 баллов. Состояние опубликовано. Назначить группе. Например, для зарегистрированных пользователей. Здесь может быть описание. Описание плана подписки. Любое ваше описание. Дальше ограничение группам пользователей. Тут на ваше усмотрение можете ограничить. И самое интересное, это параметры. Здесь нужно указать то, и как указать, что будет включено в данный тарифный план. Подразумевается у нас, например, как правило, где-то 3 тарифных плана. Сейчас мы создаем первый. То есть обычно это какая-то цена. Второй тарифный план подороже. И третий, например, самый дорогой. Который включает все большинство или все ваши возможности. То есть здесь, смотрите, можно оставить по умолчанию объявление в плане. То есть если этот план покупает, сколько платных объявлений он может использовать. Объявление в плане 5. Срок годности. Количество дней, в течение которого будет действовать план. Укажите 0. Сняйте ограничение. Ну давайте план пускай будет действовать там 30 дней. Максимальное изображение в объявлении. То есть пускай будет больше изображений 20 пускай. Ограничение символов в описании. 0, значит без ограничений. Срок на 30 пускай будет дней. Продвижение. То есть какие виды продвижения он может использовать. Первое, жирное, с рамкой. То есть не надо все включать, потому что если вы подразумеваете несколько тарифных планов, пускай в последнем дорогом тарифном плане будут все варианты. Вот эти продвижения я уже вам показывал, что это такое. Могу напомнить, если мы с вами посмотрим, вот здесь вот видите внизу при подаче объявления у нас есть продвижение. Это все по идее платное. И вот можно что-то отсюда конкретно в план включить. Или включить все. Я включил только два варианта. Использовать типы. Ну тут уже просто да, нет. Что входит в план? Использовать видео. Да. Типы тоже да. Ну у меня типы бесплатные же. Это если они платные, тогда это будет вариант. Использовать сайт. Да. Покупка. Да. Аукцион. Но если аукцион у нас платный, например, пускай нет. Пускай что-то нет, чтобы просто посмотреть. Платные категории. Да. Профили в объявлении. Форма связи с продавцом. Ну вот так вот оставим. Сохранить, закрыть. Один план старт мы с вами сделали. Теперь нам нужно вывести план, созданный только что нами, на страницу. Переходим меню, майн меню. Дальше создать. Дальше выбрать. DJ Classy Fields. И здесь у нас есть планы подписки. И планы подписки пользователя. Давайте планы подписок. Так и назовем. Планы подписки, например. Сразу смотрите, привязка. Мой аккаунт. Ну то есть, чтобы это все было вот здесь вот, да? В мой аккаунт. Привязанным. Нажимаем сохранить. Обновим страницу. Проверим. Так, мой аккаунт. И планы подписки вот здесь. Вот. И что мы видим, да? Мы с вами уже видим один план. Лимит объявлений. Срок исчезания, да? Ну то есть переведено здесь немножко неправильно. На 30 дней действует цена 5000 баллов. Цена за объявление 1000 баллов. Так как у меня здесь только на сайте действует цена. В настройках я включил оплату только баллами, да? То есть получается покупка баллами. То есть живых денег нет. Вы, если смотрели мои другие уроки, вы знаете. Я сделал на сайте здесь только оплата баллов. А уже баллами человек оплачивает те или иные услуги на сайте. Итак, здесь информация о подписке. Очень симпатично, в принципе, сделано изначально. То есть из коробки прямо, да? Можно сразу видеть лимит изображений. То есть все, что мы сейчас с вами делали. Срок объявлений 30 дней. Видео. Помечено галочками. То, что я решил не использовать. Это ставит красный крестик. Соответственно, другие тарифные планы вы создаете по аналогии. И можно вот так на странице выводить и использовать. Кнопка купить. И у нас идет, видите, все то же самое здесь. Так как я в настройках, как я уже говорил, я отключил возможность оплачивать напрямую. Только здесь вот внутренняя валюта, то есть баллы. Соответственно, здесь, видите, у меня способ оплаты, способ оплаты, пакет баллов. Доступно баллов 70. То есть я не смогу купить. Точнее, я сейчас авторизован под тестовым пользователем. У меня всего 70 баллов. Соответственно, купить я не смогу. Мне предлагают сначала купить пакет баллов. А только потом я смогу воспользоваться планом подписки. То есть вот это все достаточно вытекает уже в серьезный такой функциональный сайт. Также при желании вы можете вывести еще один пункт в меню. Планы подписки пользователей. То есть это вот мы с вами смотрели планы подписки. И вот планы подписки пользователей. Я его вывел. Если мы посмотрим мой аккаунт, вот здесь вот планы подписки. Точнее, планы пользователей. Ваши планы подписки. Здесь будет мой план подписки. То есть у вас нет активного плана, чтобы получить его. Пожалуйста, перейдите сюда. И нас перебрасывает в план подписки. Давайте ради интереса мы сейчас тестовому пользователю назначим баллы пользователя. Создать 20 тысяч баллов. Назначим пользователю тест. И пускай теперь тест сможет купить. Этот план купить. План подписки активирован. После этого смотрите ваш тарифный план. Здесь кнопка меняется новое объявление прямо в тарифном плане. И я уже могу воспользоваться тарифным планом. Причем смотрите как интересно здесь устроено. Наверху нам говорится новое объявление в плане старт. Сменить план. То есть прямо отсюда мы можем сменить тарифный план. Если у нас их уже несколько. И у нас отключились те опции которые у нас не входят в тарифный план. То есть на странице добавления объявления. Вы видите продвижение открыто только два варианта. То что входит в тарифный план. Но это вообще очень круто. То есть страница у нас добавление объявлений она меняется в зависимости от тарифного плана. Это очень хорошо. Это очень классно. После этого даже у нас с вами добавить объявление. Обратите внимание сразу меняется. Здесь на этой странице тоже. То есть доступно по этой кнопке абсолютно то же самое. Все что входит в тариф старт. Соответственно если я посмотрю планы пользователя. Здесь показан ваш план подписки. Старт который я купил только что. И срок истечения. Все. Новое объявление. Я могу пользоваться купленным тарифным планом. Возвращаясь в доп. Плагин. Который я установил ранее. Он называется User DJ Classified Subscribed Plans. Если вы включаете, вы видите здесь что есть. Для каждой группы до 10 групп. Выбирайте группу. Пример. Первая группа. Зарегистрированные пользователи. План подписки. Например действует для зарегистрированных. Будет старт. То есть это можно плагин не использовать. А можно использовать. И варианты вот здесь вот. Только один раз на старте. То есть один раз купили тарифный план. Как я полагаю. И больше он не сможет воспользоваться. Зарегистрированный этим планом. Или повторяемый. То есть всегда. После завершения тарифного плана. Он сможет его также продлить. Я так полагаю. Что здесь. По возрастающей. Где-то это возможно может быть пригодится. Если выбрать. Только один раз. Чтобы например. В следующий раз. Мотивировать его купить. Какой-то более развернутый тарифный план. В общем. Не совсем мне лично понятно. Где это может. Именно этот плагин пригодится. Я бы временно его наверное бы у себя не использовал. Потому что я пока не вижу в нем. В этом плагине. Какую-то ценность. Которая мне например. Была бы необходима для моего сайта доски объявлений. Поэтому я его выключаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...